Здравствуйте! Вы смотрите специальное интервью. Сегодня мой собеседник Карен Милкаян. Здравствуйте, Карен. Очень рада с вами познакомиться. Хотелось бы, конечно, поговорить о том, как вы и ваш бизнес переживаете пандемию. Два с половиной месяца простое работы ресторанов. Это, конечно, существенный такой урон. Ну и как будем выходить? Давайте обо всем по порядку. Вы владелец костра, известного места в нашем городе. Появился он здесь, кстати, случайно, по вашим же словам. Давайте, может быть, чуть-чуть вернемся на пять лет назад. Как так случилось, что Одинцово тоже попал в поле вашего зрения? Я приехал в этот город чисто случайно смотреть данное помещение под наш другой проект, Burger Club. И в процессе переговора у меня возникла идея, что здесь нужно что-то интересное создать, потому что отдельное настоящее помещение. И я придумал новый концепт, который мы реализовали здесь. Он стал очень успешным проектом и развился на сегодняшний день. 15 ресторанов, 10 из них в России и 5 в Казахстане. А помните вообще свои первые впечатления, когда вы оказались в Одинцово? Какое было время года? Какое произвел впечатление на вас наш город? Значит, это был февраль месяц. Была очень жуткая зима, сильные пробки. Я когда поставил навигатор, я показывал два часа. У меня была назначена встреча с управляющим торговым центром по поводу аренды данного помещения. Но я не поленился, поехал. Хотя я помню, я еще думал, ехать или нет, или перенести, но все равно поехал, поговорил. То есть пробки останавливали? Нет. Просто я думал, может быть, поеду в другой день, но захотел именно в этот день. Вот я связался и решил поехать сразу. Но был час пик пробок. Я говорю, что это был февраль месяц. Я сюда приехал. Мы встретились, поговорили в офисе, потом посмотрели помещение. Это была просто обычная коробка. Вот. Построена и все. Больше ничего не было. Даже не было коммуникации. Это все мы подводили сами. Мы сами обшивали фасад. То есть мы полностью сделали готовый проект, готовое решение, по которому мы следовали и добились успеха. И решили, что это должен быть сетевой проект. Не только в России. Мы вышли уже на рынок Казахстана и других стран. Поэтому франшиза успешно продается. Ну вот все-таки почему, если у вас была в голове, в общем-то, уже идея отработанная, успешная, что случилось такого невероятного, что вы решили совершенно сделать новый концепт? Ну, во-первых, я хотел там сделать бургер-клаб с драйвом. Но так как там не получилось сделать макавто, объезд, а изначально вообще-то это помещение строилось под бургер-кинг. Но это был конец 2014 года, и по каким-то причинам бургер-кинг отказался от помещения этого. В общем, он просто ждал вас. Да. И оно как судьба было. Торговый центр обратился к нам, потому что мы подобная концепция бургеров. И на ходу я просто захотел сделать новую идею, новый стартап, который я посчитал, что это будет очень актуально сделать в формате лофт, ресторан. То, что мы создали с названием «Костер». Хотя сначала было три варианта названия, потом мы остановились на костре. Я считаю, что это было очень успешно, однозначно попали в точку. Карен, сейчас ресторанный бизнес столкнулся просто с какой-то стеной, назовем это так. Пандемия коронавируса не оставила никого в стороне, затронула каждого из нас. И рестораны пострадали больше всех. Ну, я скажу так, пострадали все. Конечно, рестораны попали в первую очередь, да. Скажем, они закрылись одни из первых. Полное закрытие. И откроются самые последние, скажем так, грубо. Потому что на сегодняшний день пока неизвестна дата официального открытия ресторанов. Говорят, вроде бы 23 июня, но это еще не факт. Ну, вроде бы готовимся к 23 июня. Что касается любого кризиса, я считаю, что любые кризисы, они закаляют наоборот. И они освобождают в твоей голове свободное время, ты можешь о чем-то новом подумать, что-то сделать и развить. Честно, я в период пандемии себя почувствовал, как будто мне вспомнил себя, когда мне было 20, 22, 23 года. В то время было больше свободного времени, и было возможно что-то интересное предпринять и так далее. Потому что когда ты работаешь постоянно, и вот это суета и так далее, то есть ты отвлечен на все поточные дела, и ты не можешь о чем-то спокойно подумать. Вот март и апрель мне дал возможность много о чем задуматься. Ну, все прям переосмыслить. Много о чем задуматься, да. И я считаю, что в нашей компании, скажем так, оно пошло наоборот на пользу. Все думают, что ресторанный бизнес очень сильно пострадал и так далее, но нужно не забывать то, что мы зарабатывали постоянно. И каждый предприниматель должен иметь свою финансовую подушку, да. И то, что два месяца пришлось переждать, ну не надо из-за этого делать какую-то трагедию, там прям вот не платить сотрудникам, принимать какие-то там решения кардинальные, думать, что это все конец света, это не так. То есть нужно смотреть положительно, и мы своим сотрудникам выплачивали зарплату, и прямым сотрудникам в офисе, и, скажем так, персоналу, который работал в ресторане. То есть мы ни одного кадра, мы не увольняли, ни один сотрудник не покинул нашу компанию и не покинет. Вот, поэтому мы за своих людей боремся, держимся и считаем, что команда и командная игра – это и есть залог успеха. На этом и строится фундамент всего остального дальше. Поэтому это не такой уж был большой срок, и для нашей компании это абсолютно мы не почувствовали никакого кризиса, потому что мы наоборот в это время, я считаю, что каждый из них развился, потому что они занимались все удаленной работой, все работали на самом деле. Не было такого, что в один день все пошли домой, сидели дома, ждали пока объявят официально, что можно работать. Мы работали все, мы были просто на удаленке, вот, я лично поехал за город и прожил там больше месяца, вот, но при этом приезжали люди, мы встречались, общались, то есть мы работаем ежедневно. Я скажу, что это время даже прошло плодотворнее, чем некоторые другие месяца в обычном режиме. Ну, кстати, многие отмечают, что вот, казалось бы, все находились на удаленке дома, да, но работы действительно и каких-то моментов стало гораздо больше. То есть, с одной стороны, ну, казалось бы, ну, все, лежи на диване, ничего не делай, но нет. То есть люди, которые действительно стремятся, люди, которые хотят меняться, хотят что-то изменить вокруг себя, они действительно все эти два с половиной месяца активно трудились и вынесли только плюсы из пандемии, оставив все минусы позади. Но, опять же, наверное, для вас это некий такой, ну, урок, да, и возможность поработать совершенно в новых, иных условиях и остаться на плаву. Мы понимаем, что время поменялось, и мы не будем работать так, как раньше. Мы понимаем, что когда мы откроемся, уже будет чуть-чуть, ну, по-другому все. Есть определенные нормы, которых мы должны будем придерживаться и так далее. Мы понимаем, что структура вообще поменяется, и в ресторанной сфере тоже. И у людей поменяются взгляды чуть-чуть и на жизнь, и на бизнес. Потому что я считаю, мы вот, люди 21 века, были очень уже сильно разбалованы какими-то моментами. Люди уже, вот это был хороший урок для всех, чтобы они чуть-чуть, скажем так, остепенились. Но установились. То есть имели какие-то ценности другие, да, чтобы они чуть-чуть, скажем так, ну, почувствовали, что много чего есть интересного, того, чего мы не видим в работе, в движении. Мы не обращали внимания, а за это время многие вот увидели много чего интересного, что им открыло глаза на будущее, так скажем. Даже вот когда они просто там ничего не делали и могли себе позволить заняться своим любимым каким-то делом, я думаю, что это каждому пошло на пользу. Это и предпринимателям, и сотрудникам, вообще во всех сферах. Каким вы видите развитие вашего бизнеса уже после пандемии? Я думаю, что будет все хорошо, даже будет еще лучше, чем было, потому что в нашей компании все предложения, они антикризисные, проекты тоже. Думаем, что развитие нашей сети, оно не может остановиться. Оно может быть в какой-то степени временно притормозиться в количестве открытия новых объектов, да. Но мы для себя прогнозируем, что на длинную дистанцию оно все возобновится и даже будет в какой-то мере лучше, чем было, потому что плюс любого кризиса есть определение в том, что часть конкурентов в любом случае уходит в той или иной сфере. То есть это возможность выйти вперед, вырваться вперед? Это возможность занять лучшие позиции в определенных локациях, в тех же торговых центрах и так далее. Опять же, если вы будете готовы сделать то самое выгодное предложение, в частности, своим гостям. А мы будем готовы, потому что… Много идей, да? Потому что мы умеем это делать, да, и мы понимаем, что, скажем так, рынок, он в любом случае освободится. То есть он был в какой-то степени перенасыщен, да, проектов было очень много, потому что все открывали, пробовали и так далее. На сегодняшний день часть ниши освободится, и можно будет заново сделать так, как бы с нуля начать, и вроде бы тебе уже дается возможность опять проявить себя по-другому. И также это будет легче и другим, и начинающим предпринимателям, которые в то время не могли, а сейчас им будет легче, если они сделают определенные правильные шаги. Вот. Мы в этот период работали на доставку, основная наша сеть – Бургер Клаб, мы делили доставку. Я не скажу, что оно было прям суперприбыльно, нет, мы работали в ноль, может быть, в маленький плюс и так далее, но мы держали за счет того, что это наша… Ну, просто не оставили людей голодными, давайте честно. Это наша репутация. Знаете, что самый какой был большой страх у всех тех, кто столкнулся, безусловно, с пандемией, с самоизоляцией, это то, что ты не можешь пойти в ресторан, ты не можешь пообедать, там, не знаю, позавтракать, когда ты привык просто выбегать из дома и по пути заскакивать, куда-то покупать, там, кофе свежий, какой-то круассан, я не знаю, да, там, ну, что угодно, а в обед идти на бизнес-ланч, и потом, в одночасье этого всего нет, то у многих людей стал действительно вопрос, а как бы, а что кушать? А как же эти маленькие радости? А как же эти традиции? Мы запустили доставку сразу, мы в ресторане недели, но доставка в наших других сетях мы запустили, вот, и, безусловно, она работает, она пользуется спросом. Я не скажу, что мы на этом хотели заработать, нет, мы хотели просто, ну, доказать, что есть, что быть, да, и быть полезными нашим клиентам, потому что нам все писали на наши сайты, в директы, ну, в инстаграмы, будет ли доставка и так далее, наши гости ждали, мы как бы это делали, и мы делали собрание в франчайзе всех и объясняли, что это важно, это нужно, для кого-то это было в ноль, для кого-то было в манки минус, для кого-то в манки плюс, но все держали, все работали, максимально старались, потому что наше имя, наша репутация, и мы не можем, скажем так, наших гостей оставить голодными, да, потому что тогда кормили, а сейчас сказать ждите, а мы потом будем работать, то есть, я повторю, что мы считаем, что ничего страшного, потому что мы смогли продержаться, я думаю, что если надо было, мы продержались бы и до сентября, в плане того, что мы держали бы всех сотрудников, работали бы, ждали бы и так далее, что-то бы предпринимали бы другое, вот, параллельно, но всегда бы нашли бы любой выход в любой ситуации, то есть нет безвыходных ситуаций, ты всегда находишь решение, сначала у меня была некая паника, в конце 26 марта я задумался, что что-то будет плохо, так сложно было. Десять дней спустя, да? Буквально вот день-два я походил вот в таком режиме, в каком-то непонятном, да, вот что будет завтра, и как это все держать и так далее, вот, но потом пошел по инерции, оно все вот так пошло, пошло нормально, я даже и не ожидал, что мы сможем продавать франшизу в период кризиса, и мы продавали, подписать договоры, я почему говорю, я вжел бы офис на подписание договоров, как каждую неделю, вот, да, поэтому это, конечно, очень странно, это мало кто может в это поверить, но это действительно, я даже могу назвать, какие города купили, франшизу, приехали, тот же Афгани и так далее, и Владивосток, и Калининград, и Иркутск, вот. В общем, кризис с кризисом, пандемия пандемии, а работу никто не отменял, даже в удаленном формате. Потому что в это время была возможность занять площадки в два раза дешевле, в два раза меньше арен, ну, то есть вести переговоры сегодня, чтобы завтра, когда, ну, наладится все, именно какие-то особые условия, да, и надо было, наоборот, сегодня работать, а не ждать, пока, ну, закончится все, чтобы прийти потом, когда уже начнется конкуренция, начнется, там, стандартные условия и так далее. А когда все затихли, надо работать еще больше. Вот то, что, в принципе, наша такая политика. Карен, а в чем секрет вашего успеха? Залог успеха – это, ну, во-первых, команда наша. У нас сотрудники работают годами, я бы сказал, бы десятилетиями, да. Вот, потому что в одиночной игре ты никто, да, ты можешь так прийти, поговорить и все. Поэтому залог успеха – это командная круглосуточная работа, отслеживание всех тенденций, всех трендовых в мире моментов, в которые появляются все новинки, все там какие-то выходят, вот, допустим, как это правильно сказать, открываются какие-то интересные проекты в других странах, мы следим, смотрим, мы много путешествуем, много общаемся, то есть у нас очень обширный круг общения, знакомств, и постоянно надо развиваться. То есть даже если оно идет хорошо, бизнес, и кажется, что это хорошо сегодня, да, но если ты не будешь ежедневно вносить какие-то изменения в тот или иной существующий уже проект, он завтра не будет работать, потому что развитие настолько быстро идет, что ты просто, ты думаешь, что нормально все, но ты уже опоздал. Вот, то есть поэтому я пытаюсь следить за всем, что происходит в мире, это, конечно, очень сложно, но максимально пытаюсь общаться с людьми, вот, с молодежью, которая много знает интересного, которые могут нас, ну, научить чему-то уже, вот, и мы постоянно вот в этом движении, да, вот, внутри, в системе воды, крутимся, 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 ищем новое общение, новое знакомство, привлекаем новых людей и слушаем их, вот, и совместно что-то создаем. Все-таки в ваших сутках 24 или 48 часов? 24. Все-таки 24, да, но есть к чему стремиться. Да. Карен, спасибо за интервью, надеемся и ждем, конечно же, открытия любимого ресторана. Скоро откроем. Чтобы выпить привычную чашечку кофе и посидеть с коллегами, обсудить ближайшие планы. В этом году ресторану будет 31 декабря будет 5 лет, открыть 31 декабря. Это будет первый юбилей. Да. Ну, видите, Одинцово для вас, в общем-то, стал судьбоносным городом, ну, в какой-то мере. Ну, как уже, родной город, второй, не знаю, ездим всегда часто, поэтому... Влюбились. Да. Спасибо, Карен, за интересную беседу. Вы смотрели специальное интервью, оставайтесь на нашем канале. До свидания. Продолжение следует...